всем привет меня зовут леся шишаева и вы на моем канале посвященную творчеству все что связано с творчеством продвижение художника а также различным мастер-классом уроком по рисованию и также обзоры на разные материалы которыми кстати мы сейчас и займемся я сделаю небольшой unpacking мои художественных материалов которые прикупила сегодня у меня новые краски и мы их разберем поехали не забудь подписаться на мой канал меня много интересного ну что приступим это все мои покупки я приобрела акварельные краски склейки акварельной бумаги и кисточки начну с моей любимой склейки я всегда я покупаю для скетчей это от палаца видно мечеть сультана великолепного очень хорошая бумага мне она нравится и сегодня я буду использовать для тестирования краски она кстати 70 процентов хлопка и далее решила попробовать что-то новенькое взяла вот эти вот две склейки от эти вал хлопка там нету обычно я рисую на хлопке но в этот раз я по пришила попробовать просто из целлюлозы обычную бумагу это холодного прессования бумага она вот такой текстуры практически не ярко выраженная гладкая и 2 она более классическое зерно написано и более выраженная фактура у нее скажу честно одну я уже попробовала холодного прессования и она мне очень понравилась это последние мои работы как раз вот вы можете наблюдать пиончики так и переходим к краскам это у меня ван гог я взяла краску с грануляцией и давайте сначала разберем кисточки прежде чем я покажу как выглядит эта самая грануляция я взяла тоненькие кисточки где-то единичка полторашка нолик от малевича это синтетика я использую такие синтетические тонкие кисточки не только в акварели например когда пишу акрилом для каких-то проработок деталей шерсти например или каких-то очень тоненьких деталек вот они разной толщины разной длины и использую для какой-то миниатюрной работы принципе они мне нравятся несмотря на то что это синтетика все стоят в районе где-то 100 рублей поэтому они недорогие бюджетные и если они из порция их не жалко заменить и вот тут виден размер 2 нолика разной длины и одна с половиной но и переходим к самым интересным это краски ван гог акварель в тюбиках вот она у меня так упакована потому что я заказывала на балдерис я ее там заказала потому что там была хорошая скидка она упакована вот в такие вот пакетики с небольшим воздухом на это и сейчас не очень помогло потому что некоторые тюбики продавлены и когда я буду их открывать краска под давлением будет все-таки немного выходить но ничего страшно это может случиться и в магазине когда кто-то помнёт потрогает поэтому не критично я выбрала сначала всего четыре цвета которые мне больше всего понравились для каких-то ботанических зарисовок потом если мне понравится я доберу остальную палитру пока что выбрала именно эти цвета этот цвет называется сумеречный зеленый вы можете наблюдать у него букву g это как раз и означает грануляция также я взяла зелено-серый джинсовые розово кирпичный и оксид черный вроде они так называются я нарезала вот такие вот прямоугольнички и склейки палаццо и 70 процентов хлопка что посмотреть как будет ложиться краска на бумагу как же будет выглядеть эта самая грануляция что такое грануляция вообще слово грануляция это переводится как формирование зерен какого-либо вещества в нашем случае в акварельных красках это вещество пигмент и определенные пигменты имеет склонность гранулироваться то есть формироваться в визуально заметные на бумаге небольшие такие точечки или группы хлопьев как правило грануляция сильнее всего проявляется при большом количестве воды то есть если вам нужно чтобы грануляция было больше не жалейте в воду плюс еще в жесткой воде грануляция сильнее заметно еще очень зависит грануляция от фактуры бумаги гранулирующие частички пигментов тяжелее и крупнее чем однородные краски и под воздействием граммитации они проваливаются в ямочки вот эти которые создают фактуру бумаги и тем самым формируют эффект разнообразного красочного слоя конечно грануляция может быть и на бумаге без фактуры но с фактурой она ярче выражена вот такой вот волшебный розовый оттенок получился я уже предвкушаю как буду им рисовать например какие-нибудь тюльпаны или пионы на темном фоне следующую краску я возьму попробую это сумрачный зеленый он тоже будет красиво смотреться в какой-нибудь ботанике если вам будет интересно посмотреть процесс и что у меня получится с этими красками то пишите в комментариях я обязательно сниму видео и покажу вам что получится так и сейчас произошло то чего я боялась очень много краски вылезла вот и к сожалению из тюбика выдавилась и к сожалению ее придется всю убрать вот она пойдет в помойку к сожалению тут никак и мы добавляем много-много водички для того чтобы появилась эта самая грануляция делаем такую вот максимальную растяжку больше воды и уже видим как она как вот эти вот частички растекаются застревают фактуре эти тяжелые частички прям видно как они распределяются по бумаге и находят свое место следующий оттенок тоже зеленый и он очень интересный я его выбрала потому что мне понравился как он смотрится и мне кажется будет тоже очень интересно смотреться какой-то ботаники на английском он называется как дэвис крэй а на русском там где я покупала называется серый зеленый джинсовый вот так вот я просто не могла не взять этот оттенок потому что он очень интересный сложный и вообще такой вот люблю такие сероватые оттенки поэтому он меня очень заинтересовал он больше похож на какой-то хаки серый хаки я бы назвала его так не яркий цвет приглушенный приятный такой естественный последнее время мне нравится именно такие оттенки вот и добавляю чуть больше водички чтобы эти частички были заметны в конце этого видео естественно я покажу как краска высохла и что получилось в итоге осталась последняя краска оксид черный и сейчас мы посмотрим как же будет ложиться именно черная краска будет ли разница между обычный черный или будет какой-то красивый эффект опять вылезло слишком много краски чем я ожидала поэтому я уберу лишнее и сейчас буду добавлять водички больше воды для того чтобы посмотреть как будет смотреться эта грануляция у меня сейчас очень много разных красок в том числе из акварели у меня также лежит набор ван гога который я хочу также протестировать и посмотреть как он будет думаю что мы нарисуем что-то интересное какой-нибудь ботанический сюжет но теперь я оставляю подсыхать все это для того чтобы потом посмотреть уже высохший вариант что получилось какая краска мне больше всего понравилось начну самого интересного цвета для меня это сумрачно-зеленый он действительно получился каким-то волшебным загадочной мистическим затем идет мой фаворит это оксид черный и вот этот кирпично-розовый тоже интересный цвет получился и самый последний серо-зеленый джинсовый вот такой цвет всем спасибо большое за просмотр этого видео я надеюсь оно было для вас полезным интересным ставьте большие пальчики вверх и буду рада видеть вас комментариях также не забывайте подписываться на меня в других социальных сетях так что буду рада видеть вас в новых видео не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить их все всем спасибо пока